Приветствую, друзья! О чем вы думаете, когда речь заходит о космосе? Ну, конечно, Юрий Гагарин, первый полет в космос. Это гордость нашей страны и потрясающий на тот момент технологический прорыв для всего человечества. Наверное, вы еще вспомните Сергея Королева и Алексея Леонова. Ну, наверное, кто-то припомнит имя первого человека на Луне, Нила Армстронга. Для романтиков космос — это покорение других планет, это встреча с неизведанным, это осуществление мечты. Для ученых космос — это космические телескопы изучения черных дыр, ну и тайны возникновения Вселенной. Я управленец, я всю жизнь занимаюсь промышленностью. Поэтому для меня космос — это спутниковая связь, это безграничный источник редкоземельных металлов, это возможности для отработки будущих технологий в биохимии, технологии создания кристаллов невесомости, производства энергии. Совсем близко то время, когда добыча редкоземельных элементов на астероидах станет экономически и экологически более предпочтительной, чем на Земле. Когда сверхчистые зоны для создания кристаллов переместятся в пустоту космоса, когда мы воспользуемся невесомостью для целой кучи технологических процессов, когда мы станем добывать на Луне, например, изотоп гелия, который станет сырьем для реакторов термоядерного синтеза, когда Солнце даст энергию всем этим производствам. Последние годы мы стали свидетелями возрождения интереса к освоению космоса во всем мире. Каждый день что-то происходит, что-то новое, интересное. Ну вот давайте посмотрим, что происходило в плане освоения космоса в последние три года и какое в этом место у нашей страны. 2018 год, 6 февраля. SpaceX проводит первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. На орбиту выведен электромобиль Tesla. 5 мая запускают автоматическую межпланетную станцию InSight, посадочный модуль, который 26 ноября садится на поверхность Марса. 7 июня Путин рассказывает о будущей программе «Сфера», подразумевающей запуск более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. 12 августа. Американцы запускают зонд Parker Solar Probe, предназначенный для изучения Солнца. 29 октября зонд устанавливает рекорд по минимальному расстоянию до Солнца. 1 октября. Дмитрий Рогозин обещает, что Россия снова станет первой на рынке космических запусков. 20 октября. К Меркурию запущена европейско-японская автоматическая станция. 18 ноября. Дмитрий Рогозин обещает начать испытания нового пилотируемого космического корабля «Федерация» в 2023 году. 31 декабря. Предназначенный для сбора образцов грунта американский аппарат OSIRIS-REX выходит на орбиту вокруг астероида «Бену». 2019 год. 3 января. Китайский модуль с луноходом успешно садится на спутник Земли. Китай становится первой страной, осуществившей посадку на обратную сторону Луны. 22 февраля. Запущен израильский частный межпланетный аппарат «Берешит», предназначенный для изучения Луны. 22 июля. Индия осуществляет запуск автоматической лунной станции «Чандрьян-2», оснащенной луноходом. 6 сентября посадочный модуль разбивается при ударе о поверхность Луны, но орбитальный аппарат продолжает работу. 27 августа Роскосмос демонстрирует макет космического буксира с ядерной энергоустановкой. 22 октября специалисты Роскосмоса одобряют эскиз ракеты-носителя сверхтяжелого класса. 13 ноября. Японский аппарат завершил исследование астероида «Рюгу» и с образцами грунта отправился к Земле. 16 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщает о планах создания лифта на Луну. 2020 год. 10 февраля. Запускается европейский космический аппарат Solar Arbiter, предназначенный для исследования Солнца. 16 апреля. Рогозин обещает отправить КАМАЗ в космос. 19 апреля. Рогозин обещает, что российская многоразовая ракета будет эффективнее SpaceX. 30 мая. Проходит второй запуск американского корабля Crew Dragon с двумя космонавтами на борту. Корабль успешно стыкуется с МКС и становится первым частным космическим кораблем, доставившим человека на орбиту. 20 июля. Межпланетный аппарат Аль-Амаль из Объединенных Арабских Эмиратов стартует к Марсу. 30 июля. США запускают к Марсу свою автоматическую станцию. 18 февраля 2021 года марсоход, оснащенный дроном, совершает посадку на поверхность планеты. 24 ноября. Китайская автоматическая станция ЧАНЭ-5 стартует к Луне. 16 декабря она успешно завершает свою миссию, доставив на Землю образцы лунного грунта. Китай становится третьей страной после США и СССР, которой удалось выполнить такую задачу. 31 декабря. Рогозин обещает пилотируемый полет к Луне в 2028 году. 21 год. 18 февраля Наблюдательный совет Роскосмоса утверждает новую редакцию стратегии развития на период до 2025 года и перспективу до 2030 года. 30 марта. Частная компания Virgin Galactic представляет новый космолет Imagine серии SpaceShip-3. 9 апреля. Рогозин обещает к 2024 году обеспечить всю страну спутниковой связью. И наконец, 12 апреля Путин посещает парк покорителей космоса в Саратовской области. При этом парк сделан на деньги, в том числе предназначенный на борьбу с ковидом, а выглядит так, что покорители космоса, вероятно, предпочли бы не садиться на Землю вовсе. Сейчас центральные и местные каналы вовсю показывают новый парк и сверху, и сбоку. Но суть его от этого не меняется. В чистом поле, в 50 километрах от Саратова, замостили плитами небольшой участок земли, заасфальтировали дорогу, воткнули стеклянный павильон и отреставрировали памятник, который и так там был. Да, и еще голодорожка, по которой неизвестно кто и зачем будет ездить. В общем, сравнение так себе. Весь мир, включая даже далекие раньше от космоса страны, да и частные компании делают что-то новое и прорывное. Роскосмос и Путин обещают. Все российские новости происходят когда-то там, потом в будущем. В 1924 году случится то-то, в 1930-м то-то, в 1935-м то-то, и все только якобы когда-то случится. А из состоявшихся достижений воровство, нецелевое расходование средств и иногда запуск кораблей старых серий. Нет, конечно, за последние три года была одна новость. 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецка был осуществлен второй испытательный пуск тяжелой ракеты Ангара А5. Только Ангара А5 дороже и имеет меньшую грузоподъемность, чем Falcon Heavy. Да и коммерческая эксплуатация будет возможна не ранее 2026-2027 годов. То есть, по большому счету, это все та же новость в будущем, когда-то. Но хотя бы это уже не только болтовня. Тут надо понимать, что современные космические достижения – это отработка новых технологий, создание экономики будущего. И те страны, которые отстанут в этой гонке, рискуют проиграть конкурентную борьбу навсегда. Наверстать это будет крайне сложно. Несмотря на то, что новости российской космической отрасли существуют только в будущем времени, российская власть существует в прошлом. Путин до сих пор под величием страны понимает исключительно военный потенциал. Но это в 10 веке было круто прибить свой щит на ворота Царьграда. А в 21-м так в историю не попадешь. Влипнуть можно, а вот попасть не получается. 12 апреля, к дню космонавтики, социологи попросили россиян назвать имя Гагарина. Правильно ответить смогли 97% опрошенных. Первого человека в космосе люди будут помнить всегда. А вот президента, оттяпавшего немного территорию соседей, не думаю. Но Путин не только сам не попадет в историю, но и не даст появиться новому Гагарину. И дело не только в том, что от государства каких-то новых возможностей в освоении космоса ожидать не приходится. Ну, сами понимаете, неотрагозно их ждать. Но в конце концов, в космической отрасли 21 века частники вполне успешно конкурируют с государствами. Маск, Безос, Брэнсон, у каждого есть свои космические корабли. Их, к слову, для них это не хобби, а бизнес. А значит, частники видят в космической отрасли не просто интерес, но и окупаемость. Но у нас компания SpaceX не могла появиться, потому что бы Маск еще за PayPal не отсидел. И это, к сожалению, не совсем шутка. Если мы говорим о частной космонавтике, то первое русское имя, которое приходит на ум, это Михаил Кокорич. Интересная ниша, понятная бизнес-модель, несколько успешных запусков и уголовное дело. Отъезд и теперь новый стартап в США. 12 апреля мы праздновали День космонавтики. Этот день неразрывно связан с именем Юрия Гагарина. Но первый полет в космос состоялся в 61 году, 60 лет назад. Хочется же каких-то современных достижений. Думаю, бы и Гагарин этого хотел. Недаром же появился вот этот мем. Но мы, к сожалению, на Марс не летаем. Наши космические достижения сводятся в основном к твиттеру Рогозина. Это большая проблема, потому что Путина с Рогозинами уйдут, а отставание останется. Не хочется заканчивать разговор о космосе на такой грустной ноте. Выход, конечно, есть. Нам просто нужна власть, которая будет смотреть вперед в будущее, а не черпать легитимность в прошлом. Нам просто нужна команда квалифицированных управленцев во власти, а не власть несменяемого вождя. Эти люди у нас есть. Мы просто должны помочь им ощутить себя нужными не только всему остальному миру, но и России. И мы этого добьемся. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам!